Ну что, всем приветики в очередной раз. День третий, мы на Кавказе. И какими-то видами нас занесло в Железноводск. Мы жили здесь, не в Железноводске, а на Кавминводах. И ни разу не были в курортной зоне Железноводска. Да, мы вообще в Железноводске. У меня как бы и не было, помню, на съезде сюда. Мы едем за новыми впечатлениями, поэтому... Ну, действительно, озеро впечатляет. Вокруг озеров там зона отдыха. Там пирс, можно, видимо, порыбачить. Там детские площадки. Ну, сейчас все вокруг озера пройдемся и посмотрим. В Железноводске что лечат? Сердце, да, ведь? Сердечники. Да, здесь вода минеральная, она для сердечников именно. Большим содержанием железа. Большое содержание железа здесь, да. Ну, видимо, все санатории, уже исходя из этого, специализируются именно... Ну, как, ориентируются, скажем так, больше-то. Больше полезно для сердца. На сердечников. Есентукия, это у нас гастроэнтерология, да? Да. Кисловодск у нас, это почки, печень и все такое. А Пятигорск я что-то и забыла. В общем, в основном там лечат болезнь суставов, там грязи, там буканские и вот эти радоновые ванны. Да тетя, кто ко мне тут... Где твой на ушке этот? Это не обезвреженная. Не обезвреженная собака, так что лучше будем подальше от нее держаться. Вон такая зона здесь. Ну, конечно, пока народа никого нет, потому что 10 утра. Я думаю, ближе к обеду и после обеда уже люди подкатят. Смотри, какая железноводская. Это их знак, видимо, такой, да? Чаша. Это пятенник? Пятенник. Ну, с утра как бы заниматься вообще вот у меня сил, желания, точнее, нет. Ведем... У меня курс энтеротерапии прерван. Энотерапия. Энотерапия пока прерван. В смысле прерван? Ну, сегодня не жрели. Вчера у тебя передоз был. Вчера произошел передоз. Вот этот терапевт-энотерапевт немножко... Специальное заявление энотерапевта с самолечителя. Мы превышаем дозу. Энотерапия оказалась, как мы вычислили. Это по одной столовой ложке завтрак, обед и ужин. Не больше. Красного вина, именно виноградного. Итак. Па-бам! Открыть. Открыто, бесплатно. И чисто. И даже там бумага есть, и даже мыло там есть. Внезапненько. Внезапненько, однако. На нервах играешь? Я уже убрала, потом буду показывать все. Видео снимаем. Очень местечко уютненькое. Там дойдем сейчас до макета. Мы ждем до горы Железной. Посмотрим поближе. Так, макет курортной зоны Железеноводска. Мы здесь. Так, мы здесь. Озеро. А это что? Смотри, пирс. Дубовый, кленовый. Надо дойти до туда посмотреть. Реально он в виде листиков, да? Туалет вот там. И есть еще кафешки. Ну, сейчас это курортный парк. Там теренкуры, в общем. Вокруг, видите, туда уходит там каскадная лестница. А это санаторий, да? Какой санаторий? Это вот Пареща набережная. Это, я так понимаю, на этом. Пареща набережная. Должно быть выложено вот там пока еще. Выложено, не выложено, не идет. Феррум. Феррум. Феррум площадь. Площадь. Феррум это что? Железо. Железо. С латыни. Ну да, вообще-то. Тоже такая аллейка. Угулятельная. Ну, сейчас вообще так не прохладненько, хорошо. Сегодня, правда, туман. Хотели на Бештал посмотреть. Вчера была очень солнечная, но сегодня немножко туманно. Ну что? Магний. Сказали, что это хлор. 17-й элемент. Амфитеатр, да? Вот, да, площадка это, конечно, развлекательное мероприятие, чтобы висеть. Ну, конечно, чем ты больше в культуру вкладываешь, в обкультуривание, да, тем больше к тебе приедет народа, хотя бы просто для того, чтобы посмотреть, а что там натворили. Пошли до макета. Это макет гор локалитов региона кавказских минералей. Вот это Бештал. Это вот со стороны Ессентуков так выглядит Бештал. Нет. Да. Нет. Так. Вот он. Макет приближенный. Так, Медовая гора. Это история хозяйки Железной горы. Дальше идем. Это вот сам Бештал. Бештал 14001 метр. И здесь у нас, видите, Пятигорск. Это гора Машук. Машук 993 метра над уровнем моря. А здесь у нас что? Так, это вот Железная гора. И сам, видимо, Железноводск здесь подножье. К горах развалка 926 метров. Змейка этого первого, что едет в гору при въезде в минеральные воды. Ее практически съели при выработке кое-что у них. Да, видишь, там все это разработано, да, видимо? Вот так вот едет поезд. Все это гору видно. Субтитры сделал DimaTorzok Здесь пустая. Это летом, наверное, кто вперед, кто-то... Это... Воду? Классно так вообще-то. Слушай, мы не опохмелялись на Рзану все. Да, пойдем искать источник. Искать источник надо на лестнице. Так, здесь абсолютно детская зона, игровая площадка. Здесь много-много игровых площадок. И вот это вот лягушатник огороженный для детей. И там даже сетку притянули под мостом, чтобы дети не уплыли в свободное плавание. Ну, слушай, вообще летом тут, наверное, супер-классно. Если... Вот такая большая площадка тут. Прямо это... Хорошая. Ну, большая площадка. А где тут... Да, прикольненькая. А где тут раздеться вот можно? Там раздевалка была вроде. Вот для мамаш присесть и место надо бы побольше сделать. Зона для купания взрослых с этой стороны. Лежаки такие. Ну, все такое озеро. Здесь спуск в воду. Здесь, наверное, глубоко, да? Ну, а вот такое вот красивое озеро. Сказали, что вечером очень красивая подсветка еще здесь. Вечером мы не будем дожидаться. Сейчас поедем в Весентуки, потом в Кисловодск, заселимся в номер. И покажем вам номер наш. Да. А наше вина купите. Энотерапия у тебя все. И Игорьку надо купить этого. Чичкелы. Кисловодск. Кисловодск.